Добрый день, друзья мои зрители! С вами доктор Константин. Сегодня мы рассеиваем толстый кишечник, как орган, так и меридиан. Сразу мы говорим, данная точка P3-5-5 поступает в точку, которая может помочь вам при всех воспалениях, заболеваниях и болезнях, связанных с органом и меридианом толстой кишкой, а также с болезнями центральной нервной системы. Помните, что толстая кишка вырабатывает электролитры. Электролиты, я извиняюсь, для наших с вами нервов, полностью контролируя весь наш нервный каркас. Помните об этом. Ну и сейчас мы перейдем к данному меридиану, к теории усин. Теория пяти первоэлементов. Мы знаем, что все начинается с дерева, с дерева по теории усин. Дерево передает энергию огню, огонь передает земле, земля передает энергию легким. И вот легкие работают вместе с меридианом и органом толстым кишечником. Вот как работает элемент металл. Мы должны дать ответ, если мы этого век не дадим, то любое воздействие спаренного меридиана, либо меридиана-близнеца будет неверно. В данном случае, если толстый кишечник слабый, то что точки легких помогут нам, если мы будем тонизировать. И наоборот, то же самое. Но перед тем, как дойти до металла, мы же не зря сказали, что все начинается с дерева. Здесь нужна диагностика 12 меридианов, чтобы посмотреть, как работает меридиан, относящийся к элементу дерева, к элементу огню, к элементу земли, а уж потом к металлу. Вот и все. Элементарно просто. Если мы этого не знаем, не учитываем, не рассматриваем, не видим, любая помощь при заболевании толстого кишечника, как меридиана и органа, она будет, ну скажем так, не очень качественная. Она будет иметь характер быстро текущей помощи. Чтобы стабильно показать человеку работу всей системы, нужно провести диагностику 12 меридианов. При всех воспалительных проявлениях толстого кишечника и заболевания данная точка P3 расслабляется. При всех слабостях, вялостях данная точка тонизируется. И почему к легким нужно очень уважительно относиться и очень, скажем так, почитаемо относиться, здесь мы должны подчеркнуть. Потому что легкий – это первый меридиан, который зарождает энергию в циркуляции нашей с вами земной жизни. Вот и все. Если здесь уже энергия искажена, дальше энергия пойдет искажаться по всему нашему земному кругу. А теория пяти элементов, которые мы вам показали, это небесный круг. Вот человек, опять же, встречаются две теории. Небеса – это. Допустим, возьмем инь, земля – это янь. Инь и янь теория должна быть что? Гармонично сбалансирована. Вот для чего нужно знать. Очень многие нюансы, эти нюансы, что реально практиковать в методе аккопунтура и не только. Спасибо за внимание.